Доклад 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 К сожалению, констатируем, что имевшее место отсутствие взаимопонимания с руководством СГБ, в основе позиции которого явно прослеживаются устаревшие опасные стереотипы в отношении прав человека. За весь период деятельности, начиная с 2018 года, уполномоченные и руководители аппарата неоднократно направляли в СГБ запросы о предоставлении информации, которые не остались без соответствующего реагирования. Незаконные действия председателя СГБ, явно свидетельствующие о воспрепятствии реализации полномочия уполномоченного по правам человека, послужили основанием для обращения в военный суд Республики Абхазия. Данное исковое заявление было принято к производству суда и по нему было возбуждено дело. Однако в нарушении законодательства административное дело не рассматривается по настоящее время. Органы прокуратуры также нельзя отнести к числу правоохранительных структур, стремящихся к налаживанию эффективного взаимодействия с уполномоченным. Отдельные ответы Генеральной прокуратуры Республики Абхазия говорят о поверхностном подходе к проблеме нарушения прав человека. Мы с сожалением констатируем, что по вопросам соблюдения прав человека нет должного реагирования со стороны Генеральной прокуратуры. Надо отметить, что не все должностные лица знакомы с законами Республики Абхазия, даже с законодательством, которое регламентирует их деятельность. С такими проблемами мы столкнулись в Гулирибшском РОВД, в УВД по городу Сухум, в Гудаутском РОВД. Чиновники МВД не знают не только положение закона об уполномоченном, но и положение закона о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, которые закрепляют право уполномоченного в целях осуществления контроля в пределах своей компетенции без специального разрешения посещать следственные места содержания под стражей. Более того, начальник Гулирибшского РОВД Бигвава заявил, что не обязан знать и руководствоваться в своей деятельности ни положениями закона об уполномоченном, ни международными стандартами, поскольку они не распространяются на него, так как Республика Абхазия непризнанное государство. В таких случаях просто стоит выразить сожаление и посоветовать не пренебрегать Конституции Республики Абхазия и желательно знать ее. Относительно взаимодействия большое значение придаем взаимодействию с Конституционным судом. Так же, как и институт уполномоченного, данный судебный орган был учрежден недавно и признан внести существенный вклад в укрепление верховенства права и реализацию обязательств органов власти в области прав человека. С Конституционным судом Республики Абхазия сложилась позитивная практика взаимодействия, которая дала важные результаты, в частности, в вопросы защиты трудовых прав граждан. По видам нарушений очень коротко скажу, что самое большое количество обращений относится к гражданским правам. 61 обращение. Из них самое большое количество обращений относится к праву на получение документов, удостоверяющих личность. 18 и 16 человек обратились с нарушением права на справедливое и публичное судебное разбирательство. И 11 человек с нарушением права на гражданство. С нарушениями социальных прав обратилось 39 человек. Из них самый большой процент по жилищным вопросам 20 человек. С нарушением права на здравоохранение 5 и на получение пенсии 4 человека. С нарушениями личных прав обратилось 36 человек. Из них 15 дел связаны с правом на свободу от пыток. Почти 10 процентов. Довольно высокий процент. 9 с нарушением на свободу передвижения. С нарушением права на эффективное следствие правовой защиты 7 человек. И с нарушением права на свободу от унижающего достоинства обращения 5 человек. Говоря о нарушениях личных прав, считаю важным начать с фактов применения пыток в правоохранительных органах. С ожалением констатируем, исходя из обращений в аппарат уполномоченного и появляющихся в СМИ, и социальных медиасообщениях о том, что в отношении лиц, содержащихся в местах содержания под стражей, отбывания и лишения свободы, представители органов внутренних дел применяли пытки и подвергали их жестокому и унижающему человеческое достоинство обращению. Пытки происходили как в ИВС, так и в СИЗО, а также и в кабинетах Министерства внутренних дел. Всем известен случай смерти гражданина Тарба. Как известно, к нему применялись жестокие пытки, от которых он скончался. Другие случаи, описанные в докладе, касаются лиц, оставшихся пожизненными инвалидами в результате нанесенных сотрудниками побоев. Мы считаем, что необходимо принять действенные законодательные меры для включения понятия пытка в качестве самостоятельного состава преступления в Уголовный кодекс с указанием широкого определения пытки в соответствии с международными стандартами и нормами. Приводя в качестве примера смерть Тарба, считаю важным сказать о своем сожалению по поводу несостоявшихся парламентских слушаний, связанными с пытками. На предварительных встречах с депутатами парламента было сообщено о фактах применения пыток в отношении незаконно задержанных лиц и грубого нарушения прав задержанных со стороны сотрудников Министерства внутренних дел. К сожалению, запрос уполномоченного о проведении парламентских слушаний не был удовлетворен, несмотря на то, что общественность, возмущенная фактом гибели гражданина Тарба в одном из служебных кабинетов административного здания Министерства внутренних дел, ожидала публичного расследования и оценки случившегося. Лица, совершающие подобные преступления, санкционирующие их, не должны избегать уголовной ответственности. Мы надеемся, что дело Тарба будет примером того, как лица, которые поощряют, санкционируют, совершают такие действия или проявляют к ним терпимость, понесут суровое наказание, включая должностных лиц, в ведении которых находятся эти учреждения. Никакое государство не может разрешать или терпимо относиться к пыткам и другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинства вида обращения и наказания. Вызывает беспокойство, имеющееся в аппарате уполномоченного информация о многочисленных фактах нарушения процессуального законодательства Республики Абхазия. Речь идет о фактах задержания людей с нарушением предусмотренной законом процедуры задержания, отсутствия протоколов задержания, недопуска адвокатов к задержанным в первые часы их задержания и, соответственно, проведение допросов без адвокатов. А также имеющиеся факты непредоставления адвокатам информации о месте содержания подзащитного. Кроме того, из-за того, что адвокаты не имеют беспрепятственного доступа к своим подзащитным, в случае применения насилия они лишены возможности принять меры по своевременному проведению освидетельствования подзащитных. Граждане задерживаются без протоколов задержания и тайно удерживаются в служебных кабинетах органов внутренних дел, в том числе Министерства внутренних дел Республики Абхазия. Хочу обратить внимание на устоявшуюся практику, когда лицо задерживается за административное нарушение и подвергается судом административному аресту, но при этом задержанного допрашивают по уголовному делу, как и было с гражданином Тарба. Ко времени задержания Тарба, Адли, Бакутеля, Папава, обвиняемых в похищении Мирцхулава, отсутствовали какие-либо записи в учетных документах УВД по городу Сухом. Или же случай, когда гражданина удерживали в служебном кабинете сотрудники УВД по городу Сухом в течение пяти дней без составления протокола задержания и предъявления обвинения, в то время как родственники искали его повсюду и не могли найти. Только после наших обращений в прокуратуру города Сухом, следственное управление МВД Республики Абхазия, пресс-службу МВД удалось установить его местонахождение. А что говорить о возможностях рядового гражданина? Начальник уголовного розыска УВД по городу Сухом в Нормане сообщил нам, что считает допустимым подобные задержания подозреваемых в целях эффективного дознания и раскрытия преступления. Начальник распространенного случая незаконного задержания и удерживания граждан сотрудниками милиции говорит о системном характере проблемы, а также об отсутствии борьбы с таким должностным преступлением. В связи с фактами незаконного задержания и удерживания людей в органах внутренних дел обращаемся к высшим должностным лицам Республики Абхазия, генеральному прокурору Республики Абхазия с просьбой принять незамедлительные меры по искоренению практики незаконного задержания и удерживания граждан в служебных кабинетах Республики Абхазия. Кроме того, настоятельно требуем от Генеральной прокуратуры отражать состояние надзора за учреждениями уголовно-исполнительной системы в ужеходном докладе Генерального прокурора о состоянии прав человека, законности и правопорядка. Считаем, что суды также должны играть важную роль в противодействии пыткам. Учитывая выявленные нами факты игнорирования судьями заявления о применении к подсудимым насилия во время задержания или задержания под стражей, считаем важным рекомендовать Верховному суду Республики Абхазия дать судам руководящие разъяснения о необходимости неукоснительного соблюдения обязанностей судей следовать требованиям УПК Республики Абхазия. Считаем, что формирование Института общественного контроля со соблюдением прав содержащихся под стражей в местах лишения свободы является актуальной и необходимой мерой, способствующей гуманизации уголовного принуждения и предупреждения пыток. Решение этого вопроса требует разработки законодательства или законодательного акта. В докладе даны конкретные рекомендации по изменению сложившейся практики. Я не буду сейчас на них останавливаться. Продолжая тему нарушения прав личных прав и свобод, считаем необходимым выразить свою обеспокоенность в связи с тем, что в 2018 году УК Республики Абхазия был дополнен новой санкцией, предполагающей применение смертной казни наряду с пожизненным лишением свободы. За незаконный ввоз в Республику Абхазии и вывоз из Республики Абхазии или перевозку транзитом наркотических средств в виде смертной казни. Возможность применения смертной казни в качестве наказания за совершение уголовного преступления прямо противоречит конституционному праву на жизнь. Данный вид уголовного наказания связан с риском лишения жизни невиновных лиц, а качество правосудия в Абхазии и его обвинительный уклон повышают вероятность судебных ошибок. Экспертные оценки показывают, что достаточной альтернативой смертной казни является пожизненное заключение, пожизненное лишение свободы без права на условно-досрочное освобождение и замены этой меры наказания. Законодателю и правопеременителям следует обратить внимание на необходимость реабилизации добровольно взятых Республикой Абхазии обязательств по признанию и гарантированию прав и свобод, закрепленных во всеобщей декларации прав человека в Международном пакте гражданских и политических правах и иных общепризнанных международно-правовых актов. Таким образом, перспективной целью уголовной политики в Республике должно стать исключением из Уголовного кодекса санкций в виде смертной казни. Следующий вопрос, который связан с нарушением прав и свобод, это запрет абортов. С принятием закона здравоохранения в 2016 году вступила в силу положение об абсолютном запрете искусственного прерывания беременности. Республика Абхазия – единственная страна из всех бывших советских республик, в которые введен запрет на искусственное прерывание беременности. Международная практика показывает, что распространены три вида показаний к искусственному прерыванию беременности. Добровольное согласие на проведение искусственного прерывания, наличие социальных показаний, в частности таких, как изнасилование, инцест, нахождение в местах лишения свободы и прочее. Наличие медицинских показаний, которые связаны с риском для жизни и здоровья беременной женщины, а также с невозможностью вынашивания здорового ребенка, например, при наличии аномалии развития плода. В Абхазии невозможно проведение аборта ни по одному из указанных показаний, даже в случае наличия серьезной угрозы жизни или здоровью беременной женщины. Мы считаем необходимым пересмотреть пункт 1, часть 6, статьи 40 закона Республики Абхазия здравоохранений, дополнить данную статью пунктами, предусматривающими возможность прерывания беременности по медицинским показаниям, вне зависимости от срока беременности и социальным показаниям. Ужасающим для нашего общества остаются случаи, связанные с гендерно мотивированными убийствами женщин. Из года в год общество потрясают зверские убийства женщин от рук родственников, которые считают, что таким образом защищают честь своей семьи, опозорены недостойным, по их мнению, поведением женщин. Мириться с подобным положением дел ни в коем случае нельзя, так как помимо убитой жертвами становятся все члены семьи и в особенности дети, ставшие сиротами. Учитывая серьезные негативные последствия подобных преступлений для общества, а также тот факт, что спад подобных преступлений не наблюдается, необходимо вернуться к расследованию необоснованно недоведенных до суда дел последних нескольких лет, связанных с убийствами женщин, близкими родственниками. Если же обнаружится проведение халатности при расследовании, приведшей к сокрытию преступления, то высшестоящие должностные лица в органах внутренних дел и прокуратуре должны быть привлечены к ответственности. Необходимо дать правовую оценку совершенным антигуманным поступкам. В целях предупреждения и противодействия насилию в отношении женщин и детей аппарат Уполномоченного подготовил законопроект о защите от семейно-бытового насилия, направленный на защиту граждан от всех форм бытового насилия, включая покушение на жизнь. На днях законопроект был отправлен в парламент. Мы выражаем надежду на поддержку и принятие этого закона в ближайшей перспективе. Также вызывают серьезную беспокойность в случае неправомерного применения огнестрельного оружия во время проведения оперативно-розыскных мероприятий. В докладе описан случай применения сотрудниками отделения уголовного розыска Чемчирского РУВД, применивших огнестрельное оружие при попытке остановить преследуемый автомобиль. Сотрудники РУВД пытались остановить автомобиль, стреляя по колесам. В результате был ранен пассажир машины. Законодательство четко регламентирует условия, при которых допускается применение огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных органов. Необходимо расследовать каждый факт неправомерного применения огнестрельного оружия сотрудниками милиции. Подобные случаи требуют обязательного проведения расследования и применения мер ответственности в соответствии с уголовным законодательством Республики Абхазия. В докладе также рассматриваются проблемы реализации свободы передвижения в двух аспектах. Ограничение свободы передвижения граждан Республики Абхазия за пределами в связи с проблемами признания статуса государства и внутренние ограничения данной свободы, вводимые отдельными главами администрации. Политически мотивированная изоляция Абхазии со стороны международного сообщества сказывается на разных аспектах, связанных с правами человека, как напрямую, так и косвенно. Примером прямого влияния изоляции на ситуацию с правами является ограничение на свободу передвижения граждан Республики Абхазия за ее пределами, за исключением Российской Федерации и других стран, признавших суверенитет нашего государства. Выданные Республикой Абхазия документы, удостоверяющие личность, не признаются большинством стран мира как легальные. Учитывая, что значительная часть граждан Абхазии является одновременно и гражданами РФ, основным документом, используемым для передвижения в заграничных поездок, является российский загранпаспорт. Но визовая политика многих европейских стран не допускает получения виз этими гражданами на основании того, что российские заграничные паспорта выданы посольством Российской Федерации в Абхазии. По сути, визовая политика ряда европейских стран используется как инструмент для стимулирования граждан Абхазии к получению грузинских документов и в конечном итоге как подталкивание Абхазии в сторону интеграции с Грузией. Данные действия зарубежных дипломатических ведомств по отношению к гражданам Абхазии фактически являются дискриминацией. Ограничения на передвижение касаются и жителей Гарского района, которые сталкиваются с этим в связи с периодически вводимыми правилами перехода государственной границы по реке Ингур. Одной из наиболее острых проблем для жителей является закрытие границы, поскольку для большей части из них возможность пересечения Абхазо-грузинской границы является жизненной необходимостью. В особенности для тех, кто проходит лечение в международных учреждениях Грузии, а также для пожилых людей, получающих пенсии и другие пособия на территории Грузии. В связи с тем, что проблема правового статуса и документов жителей Гарского района на протяжении длительного времени остается не до конца проясненным и понятным для населения, постоянно сохраняется проблема пересечения границы для лиц, проживающих в этих районах. А закрытие границы в связи с карантинными мерами усугубляют существующие проблемы. В связи с этим следует всесторонне отрегулировать эти вопросы с целью минимизации негативного воздействия закрытия границы на жизнь простых людей. Основные проблемы – обеспечение социальных гарантий. Хочу сказать, что в Абхазии растет количество семей, оказавшихся за чертой бедности. При этом практически во всех этих семьях не удовлетворяются базовые потребности в еде, одежде, жилищно-бытовых условиях. Во многом это последствия неэффективной социальной политики, не предусматривающей должной поддержки людей, оказавшихся в тяжелых жизненных условиях. Самыми незащищенными от бедности категории населения являются пенсионеры, малоимущие жители сельских населенных пунктов, малоимущие члены многодетных семей, малоимущие матери-одиночки. К сожалению, до сих пор в стране нет полноценной базы данных всех тех, кто нуждается в социальной поддержке государства. К примеру, отсутствуют данные о количестве детей, не посещающих школу, болеющих хроническими заболеваниями, инвалидов, неблагополучных семей и так далее. Хочу обратить внимание на установленный размер социальной пенсии по возрасту инвалидности до января 2015 года в Абхазии, который составлял 150 рублей в месяц, меньше установленного прожиточного минимума в 46 раз. Этой суммы хватало на то, чтобы ежедневно покупать более 200 граммов хлеба в течение месяца, то есть немного больше нормы пайка в блокадном Ленинграде. В Абхазии до 7 тысяч пенсионеров получают только абхазскую пенсию. В соответствии с постановлением Кабинета министров от 2019 года социальная пенсия по возрасту инвалидности составляет 1000 рублей. Это составляет 14,5 стоимости прожиточного минимума, что никоим образом не может удовлетворять базовые потребности, относящиеся к этой категории пенсионеров. Установлены в 2011 году размер пенсии и пособий ниже прожиточного минимума, который в 2018-2019 году составлял 6900 рублей. Конечно же, многие жалуются, что рассчитанный государством прожиточный минимум в разы меньше фактического. Задачей Кабинета министров должен стать пересмотр существующей политики социального обеспечения, допускающей пребывание тысяч людей за чертой бедности. Вопросы пенсионного обеспечения в Абхазии до сих пор регулируются законом о пенсионном обеспечении граждан в СССР от 1990 года и отдельными нормативно-правовыми актами. Признавая, что в соответствии с Конституцией государство обязано обеспечить своих граждан реальными гарантиями социальной защиты, считаем задачей первостепенной важности принятия современного, отвечающего абхазским реалиям законодательства, о государственном пенсионном обеспечении, о государственной социальной помощи, о социальном обслуживании. Ситуацию с обеспечением социальных прав граждан следует оценивать как угрожающую социальному благополучию и выживанию отдельных категорий, уязвимых категорий населения Республики Абхазии. Призываем Кабинет министров Республики Абхазии, Парламент приступить к незамедлительной модернизации пенсионного и социального законодательства. В докладе также сделан значительный акцент на проблемах различных категорий уязвимых людей, в частности пациентах Республиканской специализированной психиатрической больницы и лиц, находящихся в местах принудительного содержания. В Республике не разработана система выявления и оказания помощи лицам, страдающим психическими расстройствами. Соответственно, отсутствует консолидированная база данных. Единственным учреждением, в котором люди с психическими расстройствами могут получить помощь, как стационарно, так и амбулаторно, является Республиканская специализированная психиатрическая больница. При этом больница не владеет достаточными финансовыми, материально-техническими, человеческими ресурсами, необходимыми для оказания услуг нуждающимся в психиатрической помощи по всей Абхазии. Существующая система оказания психиатрической помощи, включая обеспечение лекарственными средствами, страдающие психическими расстройствами, представляется абсолютно неэффективной. Существует проблема несвоевременного обеспечения лекарственными препаратами. Кроме того, в самой больнице существуют проблемы. В 2019 году на протяжении почти полугода пациенты не получали в необходимом количестве предписанные лекарственные препараты и продукты питания из-за отсутствия существующих проблем финансирования. Мы надеемся, что будут серьезно изучены причины существующих проблем в психиатрической больнице и права пациентов будут защищены. Также хочется сказать, что отсутствие специального закона является серьезным пробелом в действующем законодательстве о здравоохранении. Оно затрудняет реализацию гарантии медицинской помощи лицам, имеющим психические расстройства, что делает их одной из наиболее уязвимых категорий населения. В докладе мы также как-то конкретно дали рекомендации по улучшению системы оказания психиатрической помощи страдающим психическими расстройствами лицам. Соблюдение прав лиц, находящихся в местах принудительного содержания. Для изучения условий содержания подозреваемых и обвиняемых мы посетили целый ряд учреждений уголовно-исправительной системы и описали условия содержания и отбывания наказания с указанием неотложных мер и рекомендаций, которых тоже я здесь не буду останавливаться. Осужденные, отбывающие наказание и задержанные по подозрению в совершении преступлений разной тяжести содержатся вместе. Более того, в СИЗО МВД РА, в поселке Дранде и в СИЗО МВД РА отсутствует дифференциация условий содержания с учетом тяжести совершенного преступления. Все заключенные находятся в одинаково тяжелых условиях. В Республике Абхазия отсутствуют исправительные трудовые учреждения. За более чем 27 лет государство не построило колонию для заключенных, несмотря на тяжелые условия содержания. Не было капитального ремонта здания СИЗО, но при этом постоянно проводились локальные ремонтные работы. Однако работы, направленные на улучшение условий в тюрьме, не могут существенно изменить ситуацию, поскольку по своим параметрам, техническому состоянию само здание не соответствует нормам для содержания заключенных на длительный срок и, соответственно, непригодно для его реконструкции в этих целях. Строительство нового учреждения остается главной и требующей срочного решения задачи для обеспечения надлежащего режима содержания заключенных. Есть также проблемы с оказанием медицинской своевременной необходимой помощи, о которых подробно написано тоже в докладе. Хочу только сказать, что вызывает обеспокоенность, что в тюрьме не проводится соответствующая работа, направленная на выявление и лечение больных туберкулезом. В целом не налажена система профилактики и борьбы с этим заболеванием. Об этом свидетельствует тот факт, что в тюрьме более двух лет не проводилось, может, уже и больше никаких исследований по выявлению больных туберкулезом. В Абхазии отсутствуют места отбывания лишения свободы, предназначенные для женщин и несовершеннолетних. Поэтому данные категории заключенных содержатся в ВВС МВД в городе Сухом, где находятся также осужденные, так и подозреваемые, и обвиняемые в совершении преступления. Все вместе они содержатся в небольших по площади душных камерах, куда практически не попадает дневной свет. В ВВС отсутствуют адекватные места для прогулок. Все заключенные практически лишены доступа к свежему воздуху. Круглосуточное нахождение в суровых условиях на протяжении длительного времени приводит к серьезным заболеваниям. Условия содержания во всем здании не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. Женщины находятся в камерах, расположенных на этажах, где также располагаются мужские камеры. Понимая, что здание устаревшее не подлежит реконструкции, считаем на этом этапе необходимым предпринять безотлагательные меры хотя бы по обеспечению условий для прогулок, а именно разделение этажа, на котором располагаются женские и мужские камеры на две части путем установки перегородки в коридоре. Мы надеемся, что руководство МВД перейдет от переговоров к скорейшему решению вопроса, касающегося жизни и здоровья заключенных. В докладе также описано состояние ИВС, Куарчарского, Гулрибшского и Гудауц и Коваровы Д. Немного остановлюсь на таком очень важном и волнующем населении праве, как право на гражданство. Одной из наиболее острых системных проблем, провоцирующих массовые нарушения, является государственная политика в сфере признания приобретения абхазского гражданства и определения статуса иностранных граждан. Данная проблема имеет два измерения, рассмотренные в настоящем докладе. Это проблемы непризнания абхазского гражданства жителей, проживающих в восточных районах Абхазии и западных районах Абхазии, которые различаются своей спецификой. В аппарат уполномоченного регулярно поступали жалобы от граждан разной этнической принадлежности, которым паспортные отделы паспортного управления УВД отказывали в обмене паспортов. Фактически процедура по обмену паспортов была превращена в проверку факта наличия гражданства. Лицам, которым отказывают в обмене паспортов, предлагается восстанавливать либо получать гражданство заново в общем порядке. Данные рекомендации, однако, в подавляющем большинстве случаев являлись произвольной интерпретацией положений законодательства гражданстве. Требование сроки проживания, с которым сталкиваются многие граждане, является серьезным нарушением основополагающего права на гражданство еще и на фоне того, что положение оцензии оседлости применяется по этническому признаку, то есть затрагивают лица неабхазской национальности. Мы считаем необходимым пересмотреть дискриминационные нормы, закрепленные в пункте Б, части 1, статьи 5 и части 2, статьи 17 о законе гражданстве, которым была придана обратная сила. Проблема обмена паспортов имеет настолько серьезный характер у нас в стране, что несмотря на решения судов, признающие действия паспортных отделов незаконными, последние отказываются эти решения исполнять. По имеющейся уполномоченного информации существовало негласное указание начальника паспортного управления Моргане не исполнять решения судов, по которым действия паспортных отделов признаются недействительными. Несмотря на то, что действия паспортных отделов в целом паспортного управления следует расценивать как серьезные должностные правонарушения, органы прокуратуры не реагируют на подобные нарушения и не предпринимают мер по пресечению их незаконных действий. Специфическая ситуация сложилась в отношении лиц грузинской национальности, проживающих в восточных районах Абхазии, чье правовое положение до сих пор остается неурегулированным. Основной проблемой населения грузинской национальности в трех восточных районах Абхазии остается проблема получения документов, удостоверяющих личность, паспорта гражданина Республики Абхазия, вида на жительство, формы номер 9, свидетельства о рождении и другие. Выдача общегражданских паспортов в Гальском, Тхорчальском и Черчирском районах была официально приостановлена 13 мая 2013 года. Следует отметить, что подобные решения, конечно, не могут приниматься в массовом порядке, каждый случай должен рассматриваться индивидуально в судебном порядке. Паспортизация стала, по сути, процедурой признания подверждения абхазского гражданства, исключения преемственности в положении закона о гражданстве 1993 года и внесения цен за оседлость в закон 2005 года, а также изменения, предусматривающие отсутствие иностранного гражданства, за исключением гражданства Российской Федерации, для признания гражданства Республики Абхазия и прекращения абхазского гражданства при наличии гражданства иностранного государства ограничило жителей данных районов возможности являться абхазскими гражданами. Это стало возможным, потому что все эти изменения получили обратную силу. То есть считается, что они начали действовать с начала вступления в силу закона о гражданстве от 8 ноября 2005 года. Обратная сила закона – это серьезное нарушение прав человека и принципа правового государства, в частности принципа правовой определенности, закрепленная в статье 1 Конституции Республики Абхазия. Многие возникшие с вопросом гражданства проблемы, должен был урегулировать закон о правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия. Однако, на наш взгляд, в нем не в полной мере были учтены особенности укорененного в Абхазии населения, не имеющего иного постоянного места жительства. Представляется, что положение закона должно быть доработано в части прав жителей Гальского района, с учетом того факта, что основная их часть является укорененным населением, не говоря уже о коренном населении района, жителей Абхазского района, абхазского этнического происхождения. Кроме того, отсутствие, это мне кажется очень важно, отсутствие легитимного для Абхазского государства механизма, позволяющего признать отказ многих жителей этих районов от грузинского гражданства, оставлять тысячи людей без права выбора. Я считаю, что мы должны подумать над тем, как создать этот легитимный механизм отказа от грузинского гражданства, отказ, который признает государство Абхазское. Исходя из вышеизложенного, считаем, что необходимо вернуться к серьезному, неполитизированному обсуждению этих и других вопросов. Специфическая ситуация с правовым статусом жителей Гальского района в условиях неурегулированного конфликта с Грузией создает проблемы для населения в других сферах, имеющих отношение к обеспечению прав человека. В Гальском районе... Ну я час требую, я за час заканчиваю. Вы следите в течение часа заканчиваю. Я требую? Просите, я требую. А, я требую? В Гальском районе размер земельного налога, взимаемого с физических лиц, существенно превышает размер аналогичных налоговых платежей в других районах Абхазии. Управление... Мы считаем, что недопустимым применение необоснованной увеличенной ставки земельного налога и поэтому призываем Генеральную прокуратуру отреагировать должным образом на запросы, связанные с проверкой законности решений Гальского районного собрания и МНС Гальского района по данному вопросу. Одна из важных проблем, волнующих жителей Гальского района, связана с вопросом образования. С сентября 2015 года в 11 школах нижней зоны Гальского района в первых четырех классах введено обучение на русском языке. Постепенно обучение переходит на русский язык и в средних классах. В связи с тем, что большинство учителей не владеют базовым уровнем знаний русского языка, обучение на русском языке сопряжено с серьезными проблемами. Несмотря на то, что для объяснения учебного материала используются и грузинские, и мегрельские языки, учащимся сложно овладеть учебной программой. Учителя жалуются, что снижается качество образования из-за того, что они вынуждены обучать детей на языке, которым сами плохо владеют. А многие дети не владеют вообще и вовсе. Понимая, что в целях интеграции в абхазское общество необходимо знание и русского, и абхазского языков, жители заинтересованы в их изучении. Однако учителя и родители выражают обеспокоенность в связи с неподготовленным и ускоренным переходом на русский язык обучения. Постепенный и поэтапный процесс перехода на обучение на русском и абхазском языках мог бы снять проблему понижения качества преподавания. При этом важно обеспечивать право на изучение родного языка. Нельзя допускать, чтобы из-за поспешных, непродуманных действий учащихся школ лишались качественного образования и полноценного знания родного языка. Доклад завершает вопросы совершенствования отправления правосудия в Республике Абхазия с учетом проблем, выявленных экспертами аппарата уполномоченного. В архиве аппарата уполномоченного хранится значительное количество жалоб и материалов, из которых следует, что граждане не смогли восстановить свои права, нарушенные в гражданском процессе. В настоящее время в Абхазии сложилась ситуация, когда решения по одним и тем же вопросам и тем же делам после очередной отмены судом касационной инстанции, причем в том же составе, рассматриваются судьями первой инстанции по 3-4 раза. Мы просим учесть наши замечания и рекомендации в этой части, описанные в докладе. Уровень развития... Вы нам это раздали, вы... Я два не отчитал. Это же вы... Сейчас не... ...корад, на который мы можем выделить. Давайте, если вы делаете... Вам может не интереснее, я могу завершить. Не закончить. Вы попросили час... Заканчивайте, заканчивайте. Я два разы. Пусть мы начинаем... Валерий Меевич, может, мы вас отпустим? Есть минута встала. Шапсу, рапату, аксцут. Считаем так. Уровень развития демократии в обществе определяется не только признанием властью права и свобод человека, но и наличием эффективного государственного механизма их реализации защиты. В соблюдении прав человека особую значимость приобретает работа судебных органов, деятельность которых направлена на восстановление нарушенных прав. Считаем серьезной проблемой в сфере защиты прав детей отсутствие справедливого правосудия, специализированного правосудия в отношении несовершеннолетних. В абхазском судопроизводстве судебные разбирательства по уголовным делам для несовершеннолетних не выделены в отдельную сферу. Отсутствие специальных законов и устаревшая репрессивная практика в отношении несовершеннолетних правонарушителей приводит к тому, что суд при разбирательстве и вынесении решения не учитывает все то, что отличает несовершеннолетнего от взрослого человека. То есть процесс судебного разбирательства ориентирован не на репрессивные меры, ориентирован на репрессивные меры, а не на защиту несовершеннолетнего. Нередко обвиняемых подростков лишают свободы в досудебный период. И такое содержание под стражей может длиться много месяцев. Подростки могут подвергаться жестокому обращению, психологическому давлению и даже пыткам. У нас есть такие факты, после которых они дают признательные показания против себя. Гуманные принципы, заложенные в минимальных стандартных правилах ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, должны найти свое отражение и закрепление в абхазском законодательстве. А до тех пор практика следования им в судах будет в какой-то степи способствовать гуманизации судопроизводства, касающегося несовершеннолетних. В целях эффективного продвижения прав детей следует развивать и укреплять механизмы их защиты. В связи с этим считаем, что наличие уполномоченного по правам ребенка позволит укрепить гарантии реализации прав детей. И еще относительно института уполномоченного, считаю важным обратить внимание на то, что на описанные в докладе проблемы, связанные с существующими препятствиями уполномоченного по правам человека в вопросах реализации задач, стоящих перед этим новым институтом, прошу поддержать изложенные в докладе предложения и рекомендации, направленные на внедрение в наше законодательство эффективных механизмов обеспечения защиты прав и свобод человека. Мы выражаем благодарность всем, кто оказывает поддержку институту уполномоченного в становлении и в укреплении его, в котором мы пока еще очень нуждаемся. Уважаемые депутаты парламента, в представленном докладе содержится ряд рекомендаций по изменению закона об уполномоченном по правам человека, Кодекса Республики Абхазия Конституционной Рюстикции, Закона Республики Абхазия Здравоохранения, Уголовного Кодекса, Уголовно-процессуального Кодекса, Закона о гражданстве, избирательного законодательства, гражданско-процессуального законодательства и других нормативно-правовых актов. Мы выражаем надежду на то, что изложенные в докладе рекомендации будут рассмотрены Народным собранием парламентом Республики Абхазия в ближайшей перспективе. Также выражаем надежду на то, что основные предложения и рекомендации, изложенные в докладе, будут реализованы на практике и учтены сотрудниками отдельных служб органов государственной власти при осуществлении их профессиональной деятельности. Зрелость и состоятельность нашего государства определяется не только способностью обеспечить безопасность от внешних угроз, экономическое развитие, но и способностью обеспечить права всех без исключения жителей страны. А для этого крайне необходима активизация внутренней работы по совершенствованию законодательства в отношении обеспечения прав человека и внедрению современных практик и подходов, обеспечивающих защиту прав и свобод человека во всех сферах, начиная от суда и заканчивая детскими образовательными учреждениями. Убеждена, что последовательное соблюдение и реализация закрепленных в Конституции Республики Абхазия национальных законах и основополагающих в международных актах норм, посвященных защите прав и свобод человека и гражданина, будут способствовать становлению Республики Абхазия как современного демократического правового государства. Спасибо за внимание. Извините, что заняло столько времени, но это вынужденная мера.